Добрый вечер! В прямом эфире начинается программа «Детали лайф». Обсуждаем темы, которые на слуху. Осень традиционно считается порой простудных заболеваний. Не будем забывать и про ковид. Правда, по данным Роспотребнадзора во многих регионах заболеваемость ковидом снижается. Узнаем, как обстоят дела в нашей республике. Стоит ли выдохнуть? А что касается гриппа, ожидается, что он придет к декабрю. Это значит, сейчас самое время сделать прививку, чтобы встретить его во всеоружии. В прямом эфире мы пообщаемся с медиками. Как и прежде, свои вопросы и мнения по теме можете присылать на наш WhatsApp, номер на экране и оставлять на официальной страничке Юргана ВКонтакте. В студии «Детали лайф» наш эксперт Марьяна Изюрова, заместитель главного врача Сыктывкарской городской поликлиники номер 3. Марьяна, Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, первый вопрос к вам, наверное, вы, наверное, тоже уже привиты. Да, конечно. Как это положено всем медикам, да? Да, конечно. У нас существует национальный календарь прививок и медицинские работники относятся к категории лиц, которые подлежат обязательной вакцинации от гриппа. То есть вы уже можете спокойно работать с болеющими людьми? Ну, во всяком случае, иметь защиту при встрече с этой инфекцией. Определенно защита есть. Конечно. Ну что ж, сегодня утром моя коллега Евгения Розова отправилась в поликлинику и тоже сделала прививку от гриппа. Вот сколько времени она на это потратила? Пришлось ли ей стоять в очереди, мы сейчас и узнаем. Наступил октябрь. Время туманов, разноцветия листвы и ярких зонтиков. А еще гриппа, простуды, да и ковид никуда не делся. Поэтому в осенний чек-лист, помимо распития ароматного чая, прочтения интересной книги и теплых встреч с друзьями, стоит добавить вакцинацию, считают врачи. Первое наблюдение. Очередей на прививку нет. Три кабинета, осмотра и непосредственно вакцинации, оперативно принимает всех желающих защититься от осложнений, вызванных гриппом и ковидом. Сыктывкарка Тамара Михайловна уже в третий раз прививается от ковид-19. Говорит, что верит в силу вакцин и профессионализм врачей. Чтобы не болеть, если вдруг заболел, тебе уже точно знаю, что не заболеешь и не умрешь, выздоровеешь. Подруга Тамары Михайловны заодно решила привиться и от гриппа. Это, к слову, не возбраняется. Нужно лишь сделать уколы в разные руки. Я хочу одновременно сделать, потому что в прошлом году делала отдельно. Сначала от ковида, потом от гриппа. Сейчас хочу совместить. Вы верите в силу вакцин, да? И призывайте. Нормально отношусь. Я считаю, что мне так спокойнее просто. Сыктывкарка Елена Николаевна делает прививку от гриппа каждый год. Говорит, это взвешенное и осознанное решение. Я считаю, что это для моего здоровья, для моих окружающих в семье, чтобы я была здорова и мои окружающие были здоровы. И от ковида прививку тоже сделали, да? Да, от ковида я сегодня сделала второй компонент. Спутник. Как чувствуете себя? Чувствую себя хорошо. И первый раз я перенесла. Хорошо. Заботятся о своем здоровье чаще женщины. И это наблюдение номер два. Очень жаль, говорят врачи, что на 10 девчонок по статистике так мало ребят. Мы насчитали всего двоих. Возможно, их станет больше с ростом заболеваемости. Каждый днем все больше народу приходит, прививается активно. Так как сейчас уже, как говорится, сезон у нас. Заболеваемость повышается, поэтому все активно идут. Прежде чем сделать прививку, вы должны заполнить вот такое добровольное согласие на вакцинацию. Здесь простые вопросы. Ваши фамилии, отчество, адрес, а также анкета пациента. Вопросы такие. Последние 14 дней отмечались ли у вас першения в горле, потеря обоняния, насморк, болеете ли вы сейчас? После заполнения анкеты вы должны пройти на осмотр к врачу, который уже даст заключение, делать ли вам сегодня вакцину или нет. Такое расширенное согласие нужно при вакцинации от COVID-19. Для прививки от гриппа хватит только диалога с врачом и измерения температуры. Противоказания от вакцинации, как и при любой прививке, это хронические заболевания в острый период, в период обострения, затем признаки ОРЗ, если имеются, и тяжелые аллергические реакции. Если я сейчас себя хорошо чувствую и хронических заболеваний нет, я могу сделать прививку? Да, конечно, можете, да. Я готова. Чуть-чуть больно. Ну, конечно, но теперь защищена от гриппозитом. Мы сделали прививку. Что мне ждать от своего организма? Должна ли быть какая-то реакция или нет? Может быть, принять какие-то антигистаминные препараты или обезболивающие? Нужно ли это? Нет, ничего не нужно принимать. Прививку от гриппа обычно все переносят хорошо. Единственное, что может быть, легкое недомогание, орзоподобное состояние, повышение температуры. Но это очень редко. В основном все проходит бессимптомно. Октябрь, ноябрь и даже начало декабря. Еще есть время, чтобы поставить щит между собой и гриппом. Десять минут потраченного времени стоят того, чтобы избежать попадания в печальную статистику. Ну вот такой сюжет, который заставляет тоже, наверное, задуматься и принять действительно взвешенно, как было сказано, решение. Что можно сказать, Мария Васильевна? Какой средний статистический портрет человека, который приходит на вакцинацию? Ясно, что, скорее всего, это женщина, наверное, да? Чаще это все-таки женщины. Это возраст 60 чаще. Чаще. Но не стоит забывать, что в поликлинику все-таки приходят те люди, которые могут выделить свое время для прихода в поликлинику. А в то же время мы активно выезжаем на предприятия. Поэтому люди, работающие, они у нас вакцинируются еще и на предприятиях. То есть без отрыва от производства, можно сказать, да? Конечно, конечно, да. Этих людей мы в статистике в поликлинике не увидим. Они у нас будут вакцинированы по месту работы. Но вот сейчас есть уже волна такая тех, кто приходит вакцинироваться заранее, вот именно, чтобы подготовиться к этому периоду? Да, люди идут на вакцинацию. Но в самом деле, в первую очередь, это вакцинируются люди старшего возраста. Понимая, что защитить свое здоровье, имея еще несколько хронических заболеваний, нужно позаботиться об этом заранее. Как раз сейчас такое время, когда необходимо сделать профилактическую прививку. И сколько получается вот этот период длится? То есть с какого момента прививка начнет действовать, скажем так? В среднем это 8-12, максимум 20 дней, когда разовется максимальный ответ на введение вакцины. Ну вот давайте немножко тоже к статистике обратимся. Надеюсь, нам в этом опросе нас просветит Нина Александровна Овчинникова, главный внешштатный эпидемиолог Минздрава Коми. Нина Александровна, здравствуйте. Добрый вечер, Северин. Добрый вечер, студия. Перезрители. Расскажите нам, пожалуйста, какова статистика на сегодняшний день по заболеваемости ОРВИ, ковидом. Есть какие-то данные? Ну, надо отметить, что в республике уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями выше пороговых значений на 14%. Такая ситуация уже длится несколько недель. И надо отметить, что наиболее высокий уровень заболеваемости все-таки среди взрослого населения. И на сегодня циркулируется в основном, это, конечно, коронавирус и также возбудители острых респираторных инфекций, как парадрип, риновирусы, боковирус. То есть это большой спектр возбудителей, что мы не отмечали в 2020 году. И вот с 2021 года ситуация стала меняться. И, конечно же, есть опасения, что к нам вернется грипп. Он уже был и в прошлом году. И, соответственно, и то, что было в Южном полушарии, в целом мере отмечается, что грипп возвращается к нам. Но у нас пока случаев гриппа в республике не было. Ну что ж, это радует. Надеюсь, что благодаря вакцинации мы пройдем эту эпидемию гриппом, я имею в виду, хорошо, без потерь. Спасибо вам большое. До свидания. Ну вот если говорить о пике заболеваемости, можно как-то спрогнозировать его? Когда нам ожидать приход, основную волну гриппа, скажем так? Ну, спрогнозировать сейчас достаточно сложно. Как сказала Нина Александровна, пока сейчас у нас не зарегистрирована циркуляция вируса на территории республики Коми. Да, по прогнозам это может быть декабрь, а бывает, что заболеваемости максимально у нас и в феврале бывает. От чего это зависит? Есть какие-то факторы, которые влияют на это? Ну, характер циркуляции вируса, во-первых. Когда к нам он придет на нашу территорию, как мы уже заметили, холодная зимняя погода уменьшает количество контактов людей и это как-то задерживает циркуляцию. И наоборот, сроки заболеваемости отодвигаются на февраль, чаще бывает так. То есть мороз в данном случае выручает? Да, мороз нас выручает. А если говорить о самой вакцине, чем прививают людей, насколько она проверена, может быть, уже? На сегодняшний день в поликлинике у нас имеется Савигрип и Ультрикс. Препараты это уже не первого года, мы с ними давно работаем, препараты проверенные, хорошо переносятся, имеют хороший защитный эффект. Каких-то явных побочных эффектов мы не заметили ни разу. Поэтому вот эти вот два препарата, они в наличии для всех граждан, которые подлежат вакцинации, но в то же время любой работодатель может обеспечить своих работников каким-то другим видом вакцины в зависимости от своих каких-то пожеланий. А штамм вируса, он меняется из года в год? Есть как-то, может быть, изменяется, я не знаю, становится сильнее? Затем, какой вирус циркулирует вообще на сегодняшний день в природе? Созданы специальные институты, которые изучают проблему гриппа. Пока, по прогнозам, мы ждем наши те же самые виды вирусов, которые были раньше. То есть это H1N1, H3N2, вирус гриппа В. То есть пока изменений не прогнозируется. Но следует сказать, что по данным исследований, каждые 10-12 дней все-таки происходит изменение мудации вируса, что и меняет характер течения заболевания. То есть можно ожидать, что, собственно, и у нас тоже поменяется что-то в ближайшее время? Явно данных пока нету. Будем смотреть, будем мониторировать. От чего зависит вообще циркуляция вируса и быстрота его распространения среди населения? Циркуляция вируса зависит от каких-то природных уже данных. Вот был у нас коронавирус два года, то есть он вытеснил из-под себя все другие вирусы, как самые сильные. Он занял какую-то вот такую основную нишу. Но в то же время все остальные другие вирусы, они никуда не делись. Они остались в природе, они циркуляют, вместо с нами живут. И тоже занимают свои какие-то ниши для жизнедеятельности. Как поведет в этом году грипп, непонятно пока еще, неизвестно. Но ввиду того, что два года практически его не было, в любом случае он даст о себе знать рано или поздно. Не бывает так, чтобы вирус уничтожился сам по себе. То есть он просто, видимо, ждет момент. Поэтому надо вакцинироваться, да? Да, надо иметься. Вы говорите, что есть люди, которые каждый год приходят делать вакцину? Конечно. Есть люди, которые очень аккуратно и ежегодно вакцинируются от гриппа. И это приветствуется, потому что вакцина создается, актуальная вакцина на год. Дальше предполагается, что возможно будут какие-то изменения в циркулирующем вирусе. И возможность его изменения этой вакцины, актуализации. Но вакцина действует 12 месяцев. То есть он создает защитный эффект на этот период. Вот возвращаясь к сюжету, там женщина сказала, что она хочет сделать сразу прививку и от гриппа, и от ковида. Такое возможно? Да, такое возможно. Это разрешено нормативными документами Здрава Российской Федерации. Вместе с вакциной от ковида это практически единственная вакцина, которую можно сочетать. Это вакцина от гриппа. То есть там одна в одну руку делается, а другая в другую. Да, в разные части тела. В один день просто. В один день, да. Можно ли отличить ковид от гриппа? Есть какие-то у них разные симптомы? Или они похожи? В настоящее время достаточно похожая клиническая картина этих заболеваний. И вот сразу однозначно сказать, что вот это вот точно ковид, а это точно грипп, как правило, невозможно. Но в то же время надо учитывать, что грипп все-таки заболевание очень острое. То есть человек заболевает практически за 3, 6, 8 часов. Очень остро, очень резко. Быстро развивается, да? Быстро развивается. В то же время ковид развивается немножко более постепенно. То есть если в первые дни там температура невысокая может быть, то изо дня в день может такое случиться, что болезнь начинает проявляться ярче. Но без специальной диагностики, специальных методов лабораторного исследования однозначно сказать, какая-то инфекция не представляется возможным. То есть надо только через лабораторию? Да. Хорошо. Тем временем вот Игорь Дягилев, исполнящий обязанности министра здравоохранения Республики, Коми рассказал о готовности нашего ведомства к предстоящему сезону, предлагая посмотреть фрагмент его интервью. Мы создали большой запас лекарственных препаратов, спецодежды. Это маски, перчатки, сизы, халаты. У нас достаточное количество и в учреждениях, и на наших складах, в подведственных организациях. В частности, если говорить про лекарства, у нас более 25 тысяч упаковок. Аспирина, препаратов типа коронавируса для лечения непосредственно ковида. И мы ежедневно опять-таки отслеживаем. Если где-то заканчивается в поликлиниках, мы тут же перебрасываем с наших складов в аптеках. Помимо всего прочего, такие меры, как дезинфекция, проветривание, использование рециркуляторов, пульсоксимертры. Это стандартные меры, которые мы применяем во всех учреждениях. Ну вот, судя по словам исполнящей обязанности министра, у нас ведомство готово к принятию таких мер решительных, если что, вдруг, как говорится. Если говорить о тех, кто подвержен высокому риску заражения, кто это прежде всего, какие слои населения? Опять же, я сошлюсь на национальный календарь прививок, который предусматривает вакцинацию лиц высокого группа риска течения тяжелого заболевания и развития осложнений от гриппа. Во-первых, это дети старше 6 месяцев, это учащиеся первых 11 классов, учащие средних профессиональных образований, образовательных учреждений и высших учебных заведений, работники здравоохранения, работники образовательных организаций, жилищно-коммунальной сферы, многофункциональных центров. Это военные, это лица, которые работают вахтовым методом, это лица, подлежащие призыву на военную службу. То есть вся та группа категорий, которая потенциально имеет большие контакты с большим количеством людей. Кроме того, все граждане старше 60 лет и особенно имеющие хронические заболевания, заболевания дыхательной системы, сердечно-сосудистые заболевания, какие-то метаболические нарушения, такие как сахарный диабет, лишний вес. То есть им тоже можно делать прививки, даже нужно. Им нужно делать прививки. А еще особо хочу остановиться на такой группе, как беременные женщины. Вот, кстати, да. Многие ведь боятся. Многие боятся прививки. Но в то же время надо понимать, что прививка безопасна. Существуют специальные прививки без дополнительных консервантов, и они у нас есть, предназначенные именно для беременных женщин. И вакцинироваться во втором, третьем триместре беременности – это абсолютно безопасно. Это, во-первых. А во-вторых, следует учесть, что во время беременности многие препараты для приема и лечения того же гриппа, они противопоказаны. И тут, конечно, надо соотносить пользу, риск вот этих всех мероприятий. Предупредить в данном случае значительно проще и безопаснее, чем потом лечить тяжелую форму гриппа. Многие думают, что грипп – это то же самое, что и ОРВИ. Но хочется сказать, что не просто так весь мир мониторирует заболеваемость, циркуляцию вируса, изучает вариации штаммов. Да, именно потому, что грипп, так же, как и в настоящее время коронавирусная инфекция, может дать достаточно тяжелые осложнения и смертельные случаи. Ну да, к сожалению, вот из года в год такие вещи происходят. Сейчас сделаем небольшой перерыв и дальше продолжим обсуждать тему вакцинации от гриппа и от ковида. Это «Детали лайф». Мы работаем в прямом эфире. Сегодня обсуждаем тему вакцинации от гриппа. Как раз пора самое сделать это, чтобы пережить зиму спокойно. И если вдруг вы подцепите этот вирус, то, по крайней мере, вакцина вам поможет с ним побороться. Есть какие-то противопоказания для вакцинации? Да, конечно, есть и противопоказания для вакцинации. Во-первых, вакцинироваться нельзя в период какого-либо острого заболевания или при обострении хронического заболевания. То есть вакцинироваться нужно в период ремиссии хронических заболеваний. Кроме того, вакцина от гриппа, она создана на основании куриного белка. Поэтому люди, которые не переносят куриный белок, им тоже не следует вакцинироваться. Это является противопоказанием. А также тяжелые аллергические реакции на предыдущие вакцинации. Вот и все. Все остальные группы подлежат вакцинации. Это безопасно. То есть вне зависимости от возраста? Нет. Как раз возраст тут не является противопоказанием. С шести месяцев. А уже с шести месяцев? С шести месяцев дети подлежат вакцинации. И верхний возраст не обозначен. Так. Смотрите. Еще вот такой интересный вопрос. Можно ли заразиться гриппом от прививки? Есть ЦК? Нет. Заразиться гриппом от прививки нельзя. По одной простой причине, что на сегодняшний день вакцина не содержит самого вируса. Там, если образно выражаться, вирус разделен на части. И самая актуальная часть структуры положена вот эту вакцину. Это только часть вируса. Нет там целого вируса. Это, во-первых. А во-вторых, она инактивирована. То есть это не живая вакцина. Поэтому априори вакцина не может вызвать заболеваний. Хорошо. Как определить, что у тебя начинается грипп? Понятно, что пока, слава богу, случаев не зарегистрировано. Но есть какие-то симптомы, которых надо уже, так сказать, заботиться о себе, начать какие-то профилактические средства? Ну, как правило, я уже сказала, грипп начинается очень остро, очень быстро. То есть на фоне полного здоровья в течение нескольких часов развивается сильная головная боль, боли в глазных яблоках, повышение температуры, ломота. И вот это вот первые признаки. Как правило, через несколько дней уже присоединяется и кашель, и насморк. Но первое, что начинается, это повышение температуры с головной болью. А что следует сразу сделать, когда ты понимаешь, что ты уже попал под действие? Во-первых, надо остаться дома, не идти на работу, не идти на какие-то мероприятия, остаться дома, начать и принимать жидкость в большом количестве, ну и обратиться за медицинской помощью. Хотя бы с той позиции, что необходимо, во-первых, отличить, что это у вас, грипп или другая какая-то инфекция, и чтобы было назначено правильное противовирусное лечение. А почему больше всего бьет грипп? То есть по каким органам, я не знаю, больше, что больше всего подвержено? Грипп больше всего поражает центральную нервную систему и капилляры. Почему голова начинает болеть? Потому что как раз имеется так называемая нейротоксичность вируса. Это во-первых. И второе, это ломкость капилляров. То есть часто это бывает, когда человек болен гриппом, и носовые кровотечения, кровоизлияние в склееру и так далее. И в то же время и тромбируется кровь, то есть нарушается кровообращение. Достаточно еще у нас широко распространено, что люди начинают лечиться, посещая баню, алкоголь и так далее. Вот может случиться и такое, что как осложнение гриппа развиваются, например, инсульты. То есть не надо с температурой ходить в баню и лечиться от любой вирусной инфекции, пытаясь себя этим помочь. Этим нельзя помочь себе, можно только навредить. Лучше остаться дома, обильное питье, жаропонижающее, а все остальное назначить врач. То есть самолечением не заниматься? Минимальным самолечением заниматься можно, но не злоупотреблять этим. Ну, кстати, по поводу самолечения. Директор Самарского научно-исследовательского института диетологии и диететерапии, врач-диетолог и доктора медицинских наук Михаил Гинсбург обозначил пять природных, по его мнению, антибиотиков. Это, конечно же, всеми нами любимый чеснок и лук. Туда же входят наши северные с вами ягоды. Клюква, брусника, ну и ромашковый чай. Конечно, что это не следует применять в качестве основной терапии, а вот в качестве дополнительной, наверное, можно было бы, да? Конечно, можно. В качестве дополнительной терапии клюквенный морс, брусничный морс, пожалуйста, в любом количестве это будет полезно. Детей стали больше прививать или нет? Или все-таки родители до сих пор с какой-то осторожностью относятся к этому делу? Ну, мы обслуживаем больше взрослое население, ну и по детскому населению можно сказать, что все-таки негатива к вакцинации вообще в обществе стало больше, чем, например, лет 10 назад. Поэтому хочется все-таки призвать, что вакцинация — это достижение нашей медицины. И если это доказано десятилетиями, что это эффективно, это помогает, это предотвращает распространение тяжелых заболеваний, то нет смысла сопротивляться этому. И часто мы сами, вот родители, да, были привиты в детстве от многих инфекций, и только поэтому удалось избежать тяжелых заболеваний. Поэтому надо и детей тоже прививать, чтобы их защитить от заболеваний. Ну, на самом деле, да, у нас же еще в Советском Союзе и даже следы некоторые, кто родился в Союзе, остались, да, приемки. И благодаря им, по сути, победили много уже болезней. То есть хочется верить, что и с этими тоже мы когда-то справимся. А если говорить о ковиде, то он больше, видимо, получается, на дыхательную систему удары делает, да? Или там тоже тромбозы? Там тоже большой процент вызывает в виде осложнений. Это тромбозы, да. Это инфаркты, это инсульты, это тромбозы периферических сосудов. Конечно, дыхательная система тоже поражается при ковидной инфекции. Это тяжелая пневмония мы видим. Особенно вот волну весеннюю мы это встретили. Так что не все однозначно, что вирус поражает только какую-то одну систему. Вирус поражает весь организм. Если говорить о вакцинах, они сейчас у нас все российского производства, да? Все проверенные. Я имею в виду, можно ли сразу сказать и про грипп, и про ковид, что вакцины все проверенные, все себя зарекомендовали хорошо уже за последние годы? Да, с теми вакцинами, с которыми мы работаем, это российские вакцины, зарегистрированные на территории Российской Федерации, которые имеют доказательную базу о высокой степени защиты и которые безопасно применяются среди населения, среди наших граждан. По вакцинации с гриппом уже более-менее понятно, что люди активизировались. Кстати, вот это окно прививочное, оно когда закроется? До какого момента можно еще успеть привиться от гриппа? Желательно привиться до 1 ноября. То есть у нас месяц для того, чтобы активно провести вот эту работу. Поэтому приглашаем всех наших граждан, пожалуйста, приходите, вакцинируйтесь. Мы приглашаем работодателей к сотрудничеству, пожалуйста, выходите в наш адрес. Мы обязательно обеспечим выход медицинских работников в ваше учреждение для того, чтобы провести профилактические прививки. Да, вот это вот окно. Нам надо максимально приложить усилия, чтобы потом жить спокойно. Спокойно пережить эту зиму. А от ковида люди идут прививаться? От ковида люди тоже идут прививаться. Можно позвонить и на ту прививку записаться? Да. В свое медучреждение, да? Можно, да. То есть это все тоже обеспечивается. Но мы уже выяснили, что вирус постепенно все-таки мутирует, да? Есть какие-то, может быть, правила профилактики гриппа? Понятно, что первое это прививка, вакцинация. Еще какие бы могли бы обозначить меры профилактики? Меры профилактики будут те же самые, что и для коронавирусной инфекции. То есть если в коллективе есть люди, которые кашляют, чихают, да? Во-первых, надо, чтобы этот сотрудник, наверное, покинул ваш коллектив и не заражал всех окружающих. На время, да. На период болезни. Дальше. Это использование масок, особенно в общественных местах, в транспорте. Это гигиена рук. Это частое проветривание помещений. И если дома, например, болен член семьи, то выделить по возможности отдельную комнату, спроветривать это помещение, чтобы не заразить всех членов семьи. Ну и тогда все вместе переживут эту ситуацию. Обязательно. Ну что ж, Боряна Васильевна, спасибо вам большое, что пришли. Еще раз нам напомнили о пользе вакцинации. Надеемся, что и наши граждане тоже подключатся к этому процессу. Напоминаем, друзья, что у вас есть время, у нас у всех есть время до 1 ноября, чтобы закрыть это прививочное окошко, которое не впустит тогда инфекцию гриппа уже гораздо глубже в наших организмах. Спасибо вам большое. Желаем вам здоровья, побольше хороших, правильных пациентов. Спасибо. Это были детали лайф. Берегите себя, вакцинируйтесь и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова